всем большой привет друзья у нас сегодня среда 28 июля я подключаюсь к вам хочу показать что у меня было связано так скажем буквально за 2-3 дня потому что у меня были некоторые процессы игрушек сейчас я уже их собрала они полностью закончены поэтому в этом видео я вам покажу новые и готовые работы и также покажу вам парочку своих новых процессов оставайтесь со мной и я вам всем желаю приятного просмотра и так наверное для начала хочу сказать потому что месяц уже подходит концу остается сколько буквально три дня да я думаю что уже в конце месяца я соберу полностью все игрушечки которые я именно за этот месяц связала покажу вам их всех вместе и потом мы также с вами подведем итог те игрушечки которые я связала я буду зачеркивать ну и там у меня останется еще немножечко времени возможно на брелки какие-то да я еще подумаю то кое-что с вами еще запишем в общем так как я готовлюсь к ярмарке то пока что мои игрушки продолжаются так как я подвязываю именно те игрушечки которых у меня нет в наличии а хотелось бы вот этих зверушек повязать вот именно для того чтобы пополнить свое количество игрушек в наличии так давайте самое первое из мелких начнем это у меня была связана еще вот такая совушка одна эти четыре вы уже видели я вот так просто свяжу и ложу их в эту корзинку это будут брелочки тут обязательно еще будут подвесочки я их заказала они мне должны прийти надеюсь срок вот и в этот раз я связала такого светло-светло розового цвета и также полосочки бирюзовый цвет и глазки прицепила на безопасном крепление голубенькие вышила носик реснички ротик небольшой вот еще такая у меня солушка и вот так сесть например вязать одни солушки как-то неохота до хочется это повязать это но я так себе сказала что одну солушку в день или там одну через два дня до можно связать так чтобы у меня их было 10 штук вот есть 5 и я думаю что еще пять но 45 точно сюда поместится также будут какие-то яркие разноцветные вот значит одна солушка дальше девочки самое такое вкусное оставим напоследок я знаю что вы ждете в общем тоже хочу вам сказать большое спасибо за то что вы написали мне такие хорошие приятные слова по поводу моих слоняшек но и в целом и их игрушек да я очень рада что вам понравились мои слоняшки в тельняшках вот так же вы меня спрашивали будет или на них мастер-класс девочки мастер-класс будет он будет в pdf формате но я как раз еще пока у меня есть время до мастер-класса да потому что я хочу именно сначала разобраться вот с игрушечками с наличием с ярмаркой и потом я уже спокойно смогу сесть и заняться мастер-классом так что мастер-класс будет но друзья я думаю что он будет один но в нем будет не одна игрушка да то есть можно будет связать парочку игрушек по одной схеме там конечно будут какие-то свои изменения да потому что игрушки в принципе не все одинаковые звери зверушки вот но мастер-класс будет кому будет нужно интересно то дождитесь обязательно будем вязать так и сейчас я хочу вам показать девочки свою новенькую игрушку который я вязала первый раз вот мне нужно было тоже еще связать кое-что для мальчиков а то у меня больше такие скажем все девчачьи игрушки а для мальчиков тоже что-то хочется и вот у меня связался такой мятный амнямчик вот возможно этот пин пик но как говорит моя младшая дочь что он должен быть чуть поменьше но друзья я уже не стала перевязывать он мне и таким нравится и вот скажу вам что как видите не совсем маленькая игрушка получилось но по сравнению да с брелочком совушкой вот хорошенькая такая лапки у нас здесь есть четыре зубки и ротик и конечно я ему связала язычок поначалу думала может и не нужно но я вам скажу что если без язычка она совсем совсем по-другому выглядит поэтому я обязательно ему добавила еще такой красный язычок вот один глазик больше другой меньше не знаю должны быть тут бровки или нет но я сделала вот и получилась вот такая игрушечка я думаю что мальчику он понравится но так как моим девчонкам нравится то мальчиков точно должны понравиться такие амнямчики вот размерчиком я даже не знаю как его тут принципе замерять но если вот вот этого пин пика получается 18 сантиметров вот где-то примерно вот так 17 такая игрушечка камера у меня так немного высоко до приподнята вот такой красавчик и еще ему в парочку я связала также вот такого же но чуть-чуть цвет отличается да этот мятный а этот салатовый они чуть-чуть похоже в то же время немножко и отличаются чем-то я так прям сильно тут ничего особенного не высчитывала ну конечно основной и вот основной этот шарик то я конечно считала и глазки все остальное вот так вот ну принципе похожие вот напишите как вам такие амнямчики красота личке мои вот два такие амнямчика они не были в процессе я просто так подумала что нужно обязательно для мальчиков что-то связать так дальше дальше самое вкусное оставим а сейчас я хочу показать вам что я еще связала яблочко так как я вам и говорила что я хочу сделать целую корзинку яблочек поэтому смотрите вот у меня красные я всем яблочком вставила глазки никакие носики никакие ротики вот просто вот так есть у нас здесь веточка и есть листочек вот кругленькое яблочко и я думаю что также сделаю на подвеску вот красная сейчас я опять буду думать куда я их должна сложить так красное яблочко дальше еще у меня одно красное яблочко парочку я вам показывала в процессах так как я вязала просто шарики потом уже всех их но еще довязывала собрала крепила глазки вязала вот каждый листочек отдельно веточку вот еще одно такое дальше еще у меня есть желтое яблочко вот так еще одно желтое все они такие прикольные милашечки дальше такое тоже салатовая такого знаете еще не спелого цвета яблочко еще одно такое же салатовая и прям такое очень спелое яблочко да и еще одно у меня в итоге получилось 8 яблочек и я поставлю пока что сейчас вот в эту корзинку их положу они прям так не очень сюда ну они помещаются но одно как бы лишнее но лишним у нас она точно не будет так 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 их можно принципе и глазками вот так развернуть но пока что вот мне нравится когда вот эти листочки вот так торчат вверх и одно сверху так что целая корзинка яблочек у меня тоже готова так а дальше дальше приподниму в эту камеру и покажу вам еще одну работу которую я тоже просто связала потому что подумала что и такая единорожка тоже у меня может быть есть у меня парочка единорогов малых маленьких я связала есть большая прям очень большая моя единорожка звездочка у меня есть в наличии ну и еще я связала вот такую такого среднего размер чека она знаете получилось вроде так сколько она размером сейчас я попробую замерить но если от самого рожка то почти 30 сантиметров если без рожка 26 плюс минус 27 вот и тут вроде как бы мне все нравится но мне кажется что голова какая-то чуть маленькая получилось так мне оказалось до того времени пока я не сделала вот эти завитушки ей да тогда она уже предала такого своего больше объема и голова получилось уже так вроде как бы неплохо нормально вот глазки вставила розового цвета небольшие реснички вышел а хотя их можно было приклеить но мне и так тоже очень нравится ноздрики вышивала вот ножки у нас здесь есть ручки и пришила для украшения такую сушку так как у нас здесь есть вот синий цвет да немножко мятного салатового подумала что именно сушка под таким синим цветом будет сюда подходить вот такая у меня еще была единорожка связано единороги нравятся всем детям поэтому я еще решила связать и такую так ой амнямчик давай сюда запрыгивай один а потому что все не помещается вот так наверно так вот и сейчас я вам хочу показать ой девочки такую милую милую прелесть за которую мне тоже писали что вы ждете хотели очень посмотреть какие же у меня получится лисята но посмотрите я вам говорил о предыдущем видео то что мы с вами посмотрим где будет мальчик где девочка но вы уже здесь я думаю вот напишите в комментариях что вы увидели здесь мальчика ну очень мне он так показалось то что прям такой ну настоящий настоящий лисенок вот получился такой пухленький смотрите размером 25 сантиметров такой кругленький пухленький есть у нас здесь хвостик и несмотря на то что здесь нет на кончиках до белого цвета например на ушках на мордочке тут на лапках иногда оставляют вот несмотря на все это он все равно получился таким добрым милым и вообще таким хорошеньким хорошеньким мне очень нравятся такие игрушки как у которых немного грустный взгляд я думаю что их больше любят то есть они хотят чтобы и больше любили обнимали жалели в общем и никогда никогда с ними не расставались вот здесь пришила две пуговки это мне светочка присылала здесь получается такой маятник а тут вроде девочки как какой-то кораблик вот так для украшения немножко добавила белого цвета вот что под белочки подходила глазки у нас зеленого цвета да немножко бровки я вышила белочки носик я связала там стопроцентный хлопок черная ниточка вот и он такой красавчик посмотрите как как он на вас смотрит но вы видите вот такой лапочка и конечно у нас есть хвостик вот такой у меня лисенок связался так а теперь а теперь мои хорошие я хочу вам показать свою малышку девочку вот это уже настоящая девочка вот такая красотулечка видите как белый цвет тоже придает какую-то свою до изюминку на кончиках ушка здесь на мордочке на лапках на ножках и на краешке хвостика я также сделала белым цветом и реснички здесь и приклеила но я вам скажу что даже еще до ресниц она уже была похожа на девочку ну вот прям говорю вам как есть поэтому я вот пришила это из приклеила еще ей реснички чтобы она была более такая миленькая лисичка и также здесь до украшения пришила две пуговки это красный зонтик и такой зеленый что у меня получилось такая красота привет привет напишите как мы вам понравились такая милашечка в общем они мне так нравятся вообще попередать вам просто не могу такие у меня игрушечки получились считайте 1 совушка 2 амням чекам единорожечка 2 лисенка и 8 яблочек вот 8 9 10 11 12 13 14 игрушек но если считать и яблочки за одну игрушку да потому что я вам скажу так с над например сейчас смотрю видео девчонки вяжут очень много брелочков маленьких маленьких несмотря ни на что они их тоже засчитывают как одну игрушечку поэтому якобы тоже считаю все равно вроде все простенько но также нужно время правильно связать основу вставить закрепить глазки добавить наполнителя собрать то связать отдельно листочек связать стебелечек вот чтобы получилась такая такое яблочко посмотрите какой он так такой мой хорошенький так что вот такие игрушечки я связала а сейчас я покажу вам что у меня девочки в процессе у меня очень очень мало ну не успеваю я все как говорит века из канала записки и вязальщицы что у нее не выключается крючок у меня девочки он тоже пока не выключается но и слава богу я очень рада то что мне игрушечки пополняются они все разные то есть кому будет нужно каждый сможет для себя выбрать так сейчас я вам показываю вот такого такого головастика слушайте ну знаете всегда когда мы с вами только вот вяжем когда игрушка в процессе она немного так странно выглядит вот но когда уже все полностью собрать будет конечно хорошая игрушечка вот я вижу еще мишку у меня именно таким цветом нет медвежонка есть парочка мишек но именно такого коричневого тут еще маркирочек такого нет поэтому я решила связать 1 мишку пока что 1 дальше посмотрим это будет девочка я ей вставила сюда вот такие розовые глазки потом обязательно тут еще на виду марафет так дальше у меня для этого мешки также связаны обе ручки вот тут у нас уже будет идти к кофточка на ручках то есть такая футболочка на короткий рукавчик да вот и также у меня связано тельце тоже его еще нужно набить хорошенько наполнителем и когда например вот ручку мы сможем представить то это уже будет как кофточка так что тут еще у меня связано хвостик для мешки дальше у меня еще связаны вот два ушка и еще я связала вот такую мордашку тоже таким цветом вот носик я вставила тот что мне новенький пришел из коричневых он такой бархатный красивый носик вот и также я сюда пришью еще белочки вышью и думаю что получится такой хороший медвежонок так тут что еще девочки так а также у меня этот тигренок вы не видите также у меня этот тигренок вот и лежит в процессе я его еще не собрала вам сейчас почему-то показывает на камеру оранжевый цвет но он больше такой как красный апельсин вот и все девочки и тут я так как я обвязала единорожку да вот эти как они завитушки я делала то еще у меня есть пара парочка вот немножко связано потому что я сейчас буду вязать медузок еще у меня медузок нет ни одной они у меня все поплыли разлетелись поэтому я обязательно еще свяжу медузок мастер-класс на плюшевую медузку у меня есть на канале вот такие достаточно классные игрушки они недорогие ну и вообще они вяжутся легко быстро но может для кого-то эти завитушки долго вяжутся не знаю девочки мне очень нравится потому что ты каждый раз например берешь другой цвет да и она и глазам легче и меняя что есть какое-то разнообразие вот тут скажем два четыре шесть ну еще можно 12 и уже на одну медузку вот завитушки у меня готова тоже меня спрашивали девочки как у меня так получается что у меня вот именно видите как она туда растягивается и назад как у меня так получается что они держатся девочки я вижу их плотно мастер-классе там димов я же медузку я конечно вам рассказываю как их вязать вот если у вас не получается именно так скажем такая гармошка до что они туда-сюда подтягиваются значит вы вяжете свободно ну и так скажем не говорите что вы вяжете плотно потому что если бы вы вязали плотно она у вас тоже так получилось если вам не подходит например именно тот крючок ну допустим пятерочкой вы это делаете то она будет свободней возьмите крючок три с половиной троечку возьмите и она прям будет отлично отлично держаться но никуда не будет распускаться то есть вы вот так сделали она взяла и обратно стала на свое место вот просто берете крючок на размер а может даже на полтора меньше вяжите очень плотненько и я в каждый вот каждую эту воздушную полу то есть петлю я провязываю по 2 столбика без накида и они такие получаются но вот смотрите сколько я их уже вязала и единорогов вязала и медузок много да то есть они у меня вот все так держится просто вяжите плотнее и берите крючок меньше размера вот так что вот такие у меня девочки процессы больше пока что ничего нет я вам скажу что то и список ой который я например там себе писала тут еще игрушечки у меня считаете добавились но скажу вам что наверно вы знаете хотелось бы еще еще чего-то больше но девочки всего невозможно успеть у нас 35 градусов жары просто себе представьте сейчас немного вот там громик добыл какая-то немножко молния но ждем дождика пока его нет немножко тучки вот подошли возможно и будет но хотя бы немножко чтоб стало легче дышать а то пока ты вяжешь это так кажется что ты просто сидишь и вяжешь но девочки а там это очень тяжело конечно работать в такую ужасную парку ю жаркую погоду вот такие у меня были игрушечки девочки я вам скажу что я очень ими довольна и амням чиками и яблочками и лисенками своими вот такая красота у меня связалась ну и плюс считайте еще единоружку добавила сюда так что такие у меня были работы вот пойду монтировать это видео для вас и пока буду монтировать начну медуза вязать а дальше уже девочки посмотрим вот так что всем желаю приятного вечера и всем добра до следующего видео пока пока